Уважаемые коллеги творческого цикла, дорогие друзья, внимание! В нашей Нижегородской области сейчас действует около 500 печатных изданий, более 90 радиовещательных и передатчиков, более 30 радиостанций. Что касается телевизионных станций, то многие не только вещают на федеральных каналах, а создают свои собственные программы. И каждый средств масс-информации выполняет свою главную задачу. Эта задача меняется уже 310 лет – освещать события страны региона вашего населенного пункта. И, конечно, за эти 310 лет в России спрограммировалось крепкое журналистское сообщество. В нем есть место преемственности традиций нашей профессии. В нашем регионе это сообщество крепнет и развивается, и все благодаря Союзу журналистов Нижегородской области. Я напомню, что с 57 года эта общественная организация объединяет всех, кто работает в периодической печати, в издательствах, на телевидении, радио. Давайте начнем с поздравлений всем, кто сегодня присутствует в этом зале, кто на своих рабочих местах продолжает трудиться, в редакциях, с микрофоном в руке, с блокнотом и ручкой, с камерой на плече. Поздравим друг друга с нашим общим большим торжеством, громкими обудистами. Буквально через несколько секунд на эту сцену мы пригласим тех, кто заслуженно получит сегодня награды, то есть торжественное подтверждение их успешной профессиональной диктальности. Мы также попросим на сцену всех, кто будет вручать эти награды и, конечно, ждем добрых снова поздравлений с праздником. День рождения российской печати мы в наши дни уже давно отмечали как День пресса. Получается, что мы с тобой это ведь тоже не чужими на этом празднике жизни. И ты, Павел Акуратов, ведущий передачи на радио «Оброс». И ты, Наталья Михайловна, ведущая передачи на радио «Россия». Я уверен, сегодня мы услышим теплые слова, но, может быть, и в наш армии, да. Ну, если, конечно, найдутся еще такие, которые произнесут. А я рада счастья, что мы с вами представляем средства ведь не только информации, но и коммуникации. Вот в Нижегородском союзе журналистов мы не котируем, но просто замечательно. Если 59 когда-то общался, то всего-то 145 человек, а сейчас вот посмотрим золото. Да, сегодня в этом зале «Золотые журналисты», то есть представители «Золотого фонда Нижегородской журналистики». Но мы в прошлом году уже поздравляли, и кто вошел в номинацию «Золотой фонд журналистики», и еще номинантов «Легенды журналистики». Ну вот давай очень коротко напомним эти имена. Итак, в номинацию «Легенды 2013» уже вошли. Заслуженной работой культуры Веры Николаевны Руканишниковой. Когда-то в самых первых периодах она купила в союзе журналистов на «Золотой фонда» и четвертый год оплатилась в ведущей областной газете «Горько Стейнград». Ликендой журналистики в прошлом году стала и Наталья Николаевна Спарцова, а руководительной «Золотой фонд журналистов» более 10 лет. Валентина Романко-Елюмина. Много лет ведет телевизионную программу «Свете Димы». Действительно, динамана журналистов Англова. С дочи легендарного музыкального творчества Анатолия Сергеевича Бурдова, редактор художественной редакции «Эклазного радио». Его песни «Сопишите», где он в союзе «Свете Димы». Давно читал в основной вузе журналистской прорации. Ещё раз поздравил легендарных журналистов-покологов, а это Татьяна Петровна Селивановская, Дмитрий Марковича Барова. Также в 15 лет журналистки вошёл Фёдор Григорьевич Лепьёв. Много лет он руководил коллективом «Бальской газеты». А ещё поздравил Александр Александрович Сударенко, бессменный главный редактор «Эклазовской правды», легендарный сентябрь «Жизнь земли Нижегородской» «Террини Кирилл Камашеву», а ещё супер-профессионалы газеты «Земля Нижегородская» Николай Волчакович Безарова. Также в 2012 году он вручил сертификацию ламинации «Легенды журналистикой» Светланды Аркадем Коучинский. Под её руководством, и компания «Мория» отключалась с теми, инвизионными всероссийскими «Тэпи». Ну вот об этом коллективе, юбилей, давайте мы с вами узнаем подробно, ну понятно, попозже. А пока поставим ещё «Легенды журналистики». Совсем недавно, в декабре ушедшего года, Виталий Зверевой, был вручен апреля «Тэпи». А сейчас просим на сцену руководителя Союза Нижегородских журналистов, кандидата филологических наук, заслуженного работника культуры Российской Федерации, министра социальной политики Нижегородской области, Ольга Владимировна Москова. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, уважаемые коллеги, искренне от души поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником. Я имею смелость сказать, что сегодня здесь в нашем зале собрались лучшие, достойнейшие представители нашей профессии, потому что союз журналистов объединяет действительных, реальных профессионалов нашей профессии. Мне нравится этот праздник, и потому что он праздник российской печати, а я надеюсь, что вы так же, как я убеждена, что вы так же, как и я, патриоты своей страны, и близко к сердцу принимаете все то, о чем рассказываете на страницах газет, с экранов телевизоров, в радиоэфире, и в интернете. Я в этом убеждена. Я даже убедила себя в том, что праздник российской печати это тоже правильно. И маленькое отступление своей профессиональной жизни, я себе позволю, чтобы объяснить, почему нас с вами всех, представители разных отраслей массовой коммуникации, объединяет именно печать. потому, что слово, сказанное в радиоэфире, уважаемые коллеги, слово, сказанное и показанное в телевизионном эфире, в интернете, живет не очень долго. И только то, что выписано печатными буквами, действительно остается на века и делает осязаемой нашу с вами историю. Когда-то достаточно давно, когда я была телевизионным, но еще не очень известным журналистом, меня коллеги-газельщики попросили написать в БСЦ, в одном журнале. Я написала, и я помню то, до сих пор помню, то огромное счастье, когда коллега из газеты сказал, вы знаете, неплохо, вы и писать, оказывается, умеете. Я до сих пор помню эту похвалу, когда матерый газельчик сказал телевизионному журналисту, это вот так вот, что вы и писать еще умеете. Поэтому я надеюсь, что сегодня здесь в зале представители той профессии, которая и писать, и говорит, и снимать, и показывать умеет. Я вас поздравляю с нашим общим праздником. Спасибо. Я вам желаю профессиональных успехов, я вам желаю побед и личного счастья. С праздником! Спасибо. Итак, мы уже напомнили вам, что в 2014 году был перечислен номинацией легенды журналистики. Но, наверное, не так давно поздравляют молодежь, что надежда журналистики, и есть надежда, что вот эта надежда когда-то будет этот золотой фонд. Надеюсь, понятно сказал, что для этого нужно молодых. Удача, надежда, опять же, талант, наверное, ум, любовь. Пока мы тут гадаем, как заслужить золото, но и другие уже стали легендами. Да, и в этом случае, и в любом другом, кроме того, что ты все перечислил, конечно, помогает любовь. Ну, наверное, и не так, как в фильме «Любовь и голуби», как «Атака любовь». Ну, во-первых, любовь к профессии, к людям, а потом, ты сам-то не хочешь, разве, чтобы твоё творчество любили слушатели, зрители читали? Разве не надеешься, чтобы, ну, на их понимание, внимание? Я очень надеюсь, что нас и понимают, и помнят наши коллеги и друзья. Может, даже любят некоторых журналистов. Вот интересно, за что? А мы сейчас это и выясним. И я смею надеяться, что губернатор Нижегородской области, Валерий Павлович Шансов, прежде, что любит, правда, Валерий Павлович? Пожалуйста. Мы вам можем сказать, что вы не хотите качества, а вы уважаетесь. Надеюсь, что вы подарите слова поздравления в честь нашего профессионального праздника. Просим вас. Добрый день всем. Наверное, стало хорошей традицией в январе, в начале каждого года отмечать профессиональные праздники, День российской печати. И действительно уже более трех веков российские средства массовой информации делают очень важное дело. Открывают людям мир, рассказывают о том, что происходит в нашей стране. Так было и в смутные времена, так было и в хорошие времена. И, наверное, политикам, представителям властных структур, чиновникам всегда сложно объяснять свою позицию. Но вот я столкнулся с таким явлением, несмотря на то, что преобразования всякие происходят в нашем обществе, меняется экономическая платформа, меняется политический строй. Но одно, люди твердо около трех веков знают. Все, что написано в газете и все, что покажут по телевизору, это правда. Я столкнулся с этим явлением, когда в одной аудитории серьезных людей, в одном из научно-сельских институтов, выступал и рассказывал о своей позиции по отношению к статье в газете «Акутинские факты». И вдруг встает один человек и говорит, «А вы не правы. Вот недавно в газете я прочитал, а я в газете присылал, я просто, прочитав это, не согласился». И вот я рассказывал о своей позиции, а он говорит, «Да, вы не правы». Вот я в газете прочитал, там совершенно все по-другому. Я говорю, а это что, общее мнение, там тысячи людей, там же подписи есть, вы этого человека видите? Он говорит, нет. Вы его знаете? Он говорит, нет. Я говорю, а я вот перед вами стою. «Хотите, задайте мне вопрос, пощупайте, хотите, мы посидим сюда отдельно, поговорим». Он говорит, ничего мне этого не надо. Я вам не поверю до тех пор, пока вот то, что вы говорите, не напечатают в газете. Это же не так. Мне просто трудно было, если так и говорить, поэтому я старался в дальнейшем как-то через средства массовой информации вносить свою позицию, его целый вариант вопросов. И в этом плане работа в Нижегородской области, она, конечно, очень важна. Нижегородские средства массовой информации одни из самых продвинутых, одни из самых профессиональных в нашей стране. Я думаю, что и международные олегы, многих наших знают. На самом деле, мы отмечали в прошлом году, что 75 лет Нижегородским средством массовой информации с 1838 года, после выхода первого печатного издания, придет отсчет. 55 лет уже нашему региональному отделению союза журналистов. 1200 человек он объединяет. Здесь уже определенная часть представителей забралась. Я хотел бы сказать, что наша площадка, вот Нижегородская медийная площадка, в последние годы становится одной из заметных значимых площадок. Мы, вы знаете, несколько лет подряд проводим международную конференцию журналистов. Во время наших саммитов каждый год проходит Всероссийский конгресс средств массовой информации. Многие наши издания и многие наши коллективы и отдельные журналисты участвуют в международных, российских, областных корпусах, приводят оттуда кучу наград, дипломов, почетных званий. И это все говорит о том, что профессиональным, большим энтузиазмом, большим интересом мы ведем эту работу. И я хотел бы еще сказать, наверное, одну фразу, которую все повторяют. О светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом – историки, о светлом – настоящем журналисты. И вот это вот сочетание всех этих фраз, оно главное говорит о том, что везде присутствует слово «светлое». И мы должны понимать, что критикуя недостатки, поднимая проблемы, изучая их, раскладывая по составляющим, давая какие-то советы и рецепты их решения, мы делаем именно это дело. Делаем наше настоящее более комфортным, более удобным, повышая жизненный уровень нашего поселения. Без этого движения не будет. Я твердо утвержден, что фроналисты сообщества Нижегородского области способны делать это дело на наросшем уровне. Я благодарю вас за работу, которую вы провели в течение 2013 года. Для нас он был удачный, хотя все правы, как он называет, мы его называем стабильно напряженным. Но мы выполнили все экономические показатели, справились со всеми социальными программами, обеспечили рост по сравнению с 2012 годом. И все это вместе с вами. Я хотел бы поздравить вас в профессиональном празднике, в днем российской печати. Желаю вам всем здоровья, счастья, творческих успехов. Хотел бы, чтобы ваши читатели, зрители любили вас, уважали вас, оценили вас. И чтобы мы вместе, мы с вами увидели, узнали, оценили, какими шагами появится наша земля, наша беззагородчина в год своего 300-летия к новым рубежам. Всего вам самого доброго. Раздник. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, господин. Мы попросим вас, с вашего позволения, вручить заслуженные награды. А кому именно, сейчас объявим и пригласим выйти на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ Одаренный творческий человек. Вот так еще в далеких 80-х годах сотрудники редакции газеты «Кавернинские новости» отзывались о Татьяне Савичке. А потом рекомендовали ее на должность главного редактора. Татьяна Зачем была. Коллектив газеты не ошибся за руководителя. Вот уже более 25 лет «Кавернинские новости» развивается, совершенствуется. Тираж растет с каждым годом. Не вносит интерес жителей к своей родной газете «Найпомощник», «Друг», «Савичик». А публикации главного редактора и сотрудников неоднократно были отмечены как лучшее в областных изданиях. Заслужена работа культуры Российской Федерации. Активноещее направление Союза Нижегородского областного комбината Татьяны Савичковой Насовичей награждается почетным дипломом губернатора Нижегородской области. А на сегодня, Хатьяна Зачем была. На входе. Мы вам учили в школу.